Наша съемочная группа побывала в прошлом, а именно в далеком и неоднозначном для страны 1988 году. Никакой машины времени не потребовалось. Вернуться ненадолго, на 25 лет назад, можете и вы. Как? Смотрите в нашем репортаже далее. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Четверть века назад, 1988. Страна еще называется Советским Союзом и ходит на первомайские демонстрации, но уже ждет перемен вместе с Виктором Цоем, варит джинсы и впервые смотрит по телевизору телесериал «Рабыни Заура». В том же 1988 правительство издает закон о кооперации, и в стране появляется бизнес, в том числе Автовазбанк. 25-й день рождения руководство банка решил отметить по-особенному, чтобы праздник смогли почувствовать как можно больше людей в разных городах страны. Так родился необычный проект – фотовыставка, посвященная году создания. Какое чувство мы хотели передать? Вы знаете, это здорово, что в стране есть всегда, во все времена, место для жизнеудивительных людей, для их совершений, и есть всегда место для чего-то нового, для продвижения чего-то нового. Я когда посмотрела на фотографии, представленные на выставке, я подумала, что учредители банка – это просто авантюристы. Но они оказались, в хорошем смысле этого слова, они оказались смельчаки, смельчаками. Они оказались людьми, которые смотрят вперед. По уникальным фотографиям из архивов информационного агентства новости, кто-то вспомнит о ключевых событиях в мире и стране. К примеру, о двойной Олимпиаде. В 88-м проходили сразу и летние, и зимние игры. Кто-то вздохнет над фотографией сборной по футболу. Тогда советская сборная стала олимпийским чемпионом. Ну а кто-то просто вспомнит себя. Мы на себя в те времена можем посмотреть, какие мы были. Вот сейчас забыто слово «джинсы варенка». Что это? Ну а это тогда было настолько актуально. Ай, тогда я была еще совсем молодым специалистом. Я помню, что много было реформ. И чувствовалась свобода, хотелось вылететь на свободу. А где эта свобода, куда примкнуть, как жить, конечно, до конца мы этого не понимали. Юбка в горошек с такими валанами, оденешь и все самое это красивое. Мы ходили в таких неярких одеждах, а тут можно было как-то одеваться, было все в магазинах такое. По ностальгировать или наоборот, познакомиться с эпохой молодости родителей можно абсолютно бесплатно в художественном музее. Выставка продлится до 13 октября.